Продолжение следует... И самое главное, что вы должны освоить, понять и запомнить, что поскольку минус РНК не способна, попав в клетку, направлять синтез вирус специфических белков, то есть минус РНК сама по себе не способна обеспечить начало инфекционного процесса в клетке, Для того, чтобы он состоялся, геном должен оказаться в инфицированной клетке в виде рибонуклеопротеида вместе с ферментом РНК-зависимой РНК-полимеразы. И первым актом инфекции будет транскрипция генома минус РНК-содержащего вируса. Мы с вами посмотрели на вирус бешенства, это, конечно, один из важнейших представителей минус РНК-вирусов с непрерывным геномом, а мы говорим именно о непрерывном геноме, о порядке мононегавиралис. Но более подробно мы с вами обсудим такое семейство, как РАБДО-вирусы, на примере вируса визикулярного стоматита. Вот он перед вами. Соответственно, электронная микрофотография одна и увеличенная электронная микрофотография. Параметры этого вируса длина 180 нанометров, диаметр 70 нанометров. У них есть липопротеидная оболочка, которая покрыта поверхностным гликопротеином, который обозначает буквы G. В частице присутствует матриксный белок. И, соответственно, вот такая форма вирусной частицы, называется bullet shape, полевидная форма, реплицируется этот вирус в цитоплазме. И, как я вас и уговаривала, и хотела всячески привить вам эту привычку, это сразу мы с вами относимся к классификации профессора Балтимура. И, соответственно, вирус визикулярного стоматита, так же, как и все минусы РНК, содержащие вирусы, по классификации Балтимура относятся к группе 5. Соответственно, более подробно мы с вами можем посмотреть на структуру этого вируса вот на этом слайде. Еще раз подчеркиваю, что мы сейчас с вами говорим конкретно о вирусе визикулярного стоматита. Если говорить о его структуре, то вы видите на этом слайде липопротеидную оболочку, которая декорирована красным цветом поверхностным гликопротеидом G, который внутри частицы заякорен на матриксный белок, белые эллипсы. Внутри вирусной частицы находится нуклеокапсид спиральной формы. Это РНК длиной 1500 нуклеотидов, покрытый нуклеокапсидным белком N. И в состав нуклеокапсида в качестве структурных компонентов, подчеркиваю структурных, поскольку это присутствует в созревшей вирусной частице, находится комплекс, ферментативный комплекс, вирус специфический, состоящий из белка L и трех молекул белка P. Белок L – это, собственно, РНК-зависимая, РНК-полимераза. Белок P – это фосфопротеин, который входит как компонент в репликазу-транскриптазу и участвует в регуляции этого фермента. Как начинается инфекционный цикл у вируса визикулярного стоматита? Это у нас мембрана клетки, это у нас с вами рецепторы на клетке. И первое, что происходит, происходит адсорбция частицы вируса визикулярного стоматита на поверхности клетки, взаимодействие G-протеина с рецепторами клетки. После того, как происходит это взаимодействие, образуется эндосома, отшнуровывается от мембраны внутрь клетки. Изменения, происходящие внутри эндосомы, а это, собственно говоря, изменение ПАШ, приводят к тому, что происходит слияние мембраны вируса с мембраной эндосомы. В этом процессе активное участие принимает также поверхностный гликопротеин G. То есть это белок, его функция – это адсорбция вируса на поверхности клетки. Вторая его функция – он способствует слиянию мембраны вируса с мембраной эндосомы. У него есть и третья функция – он обладает гемаглюцинирующей способностью. Итак, произошло слияние, и в цитоплазму РНК реализуется в виде нуклеокапсида. Все процессы, то есть раздевания от белка Н не происходят. Все процессы происходят в составе нуклеокапсида. Давайте с вами посмотрим на структуру генома вируса визикулярного стоматита. Сразу хочу обратить ваше внимание, что поскольку это минус РНК, на схеме она ориентируется по-другому относительно плюс РНК. Слева у нас с вами три штрих-конец молекулы, а справа пять штрих-конец. Когда мы с вами обсуждали плюс РНК, содержащие вирусы, ситуация была обратная. На три штрих-конце минус РНК находится лидерная последовательность, обозначенная двумя буквами Л и И. Длина этой лидерной последовательности около 50 нуклеотидов. И эта последовательность является промотором транскрипции и сигналом для одевания РНК белком Н. В комплементарной нити геномной РНК плюс РНК комплементарной минус РНК геному вируса визикулярного стоматита такой последовательности нет. Там присутствуют комплементарные нуклеотиды. И, соответственно, взаимодействие нуклеокапсидного белка, белка Н, с плюс РНК не происходит. В геноме присутствуют 5 генов. Ген белка нуклеокапсидного, нуклеопротеин, обозначенный Н, П, фосфопротеин, М, матриксный белок, G, поверхностный гликопротеин и Л, РНК-зависимая РНК-полимераза. На 5 штрих конце находится еще одна регуляторная последовательность, обозначенная буквами T и R, трейлер. Это промоутер репликации геномной РНК. Но самое важное, на что я хочу обратить сейчас ваше внимание, это на межгенные регуляторные последовательности, обозначенные черными прямоугольниками на этой схеме. Эти последовательности содержат старт и стоп-сигналы для транскрипции и сигналы полиадонилирования матричных РНК. Вот здесь показан, соответственно, увеличенный участок этих межгенных участков. И вы видите, что сначала, предположим, мы с вами рассмотрим последовательность между геном Н и П, между нуклеокапсидным белком и белком фосфопротеина. Сначала идет некая последовательность, которая является сигналом стоп для транскрипции. То есть первое, что должно произойти, это должна прекратиться транскрипция белка Н. Следующая последовательность – это поли-У. Благодаря этой последовательности транскрипт белка Н будет полиадонилирован на матричной основе. Дальше идет некий межгенный участок, состоящий из двух или трех нуклеотидов. И дальше сигнал старта транскрипции белка П. Вот именно так устроены все вот эти четыре межгенных участка. Перед геном Н присутствует только транскрипционный старт. И после гена Л присутствует транскрипционный стоп и последовательность поли-У для того, чтобы транскрипт белка Л был полиадонилирован. Итак, мы с вами видим, что у нас присутствует старт и стоп, вернее, иногда стоп и старт последовательности в межгенных районах. И транскрипция, которая осуществляется с геномной РНК вируса везикулярного стоматита и, в общем, всех рапдовирусов, эта транскрипция осуществляется по механизму, который так и называется. Старт-стоп-транскрипция. Как это происходит, давайте рассмотрим с вами на этой схеме. Геном вируса везикулярного стоматита, лидерная последовательность, гены, которые мы с вами только что обсудили, между ними межгенные участки, лидер и трейлер. Все начинается с того, что происходит транскрипция вот этих вот пяти генов. Вот это показано на этой схеме. Еще раз вам говорю, что это происходит по принципу старт-стоп, то есть начинается транскрипция гена N, дальше репликазный комплекс соскакивает, инициируется на гене P, прочитывает ген P, соскакивает, происходит инициация транскрипции на гене M и так далее. Таким образом, получается, образуются пять индивидуальных матричных РНК. Матричные РНК для гена N, для гена P, M, G и L. Они копируются, в этом участвует белок L, именно он обеспечивает копирование матричных транскрипций. И начинается трансляция вирусоспецифических информационных РНК с образованием вирусоспецифических белков. Образуются, соответственно, белки N, P, M, G и L. Дальше должна начаться репликация генома. Что для этого должно произойти? Вирусоспецифические белки образовались, и аккумулировалось достаточное количество белка N, которые взаимодействуют с лидерной последовательностью минус РНК, и, по-видимому, меняют ее конформацию таким образом, что стоп-сигналы не прочитываются, прочитывается первый старт-сигнал и последний стоп. И начинается образование плюс РНК на матрице минус РНК. Но помимо того, что должен аккумулироваться белок N и связаться с материнской минус РНК, должны произойти еще некоторые события. А именно, должен модифицироваться репликазно-транскрипционный комплекс. Вот этот комплекс, который состоит из белка L и трех белков P, модифицируется следующим образом. Влияет на его функцию, что он будет транскрибировать или реплицировать матрицу уровень фосфорилирования белка P. Белок P – это фосфопротеид. Он фосфорилируется клеточными киназами. И, соответственно, на самом деле белок L тоже обладает некой киназной активностью. Он тоже влияет на этот процесс. И в зависимости от уровня фосфорилирования белка P этот комплекс будет матрицу либо транскрибировать, либо реплицировать. То ли будут образовываться транскрипты, то ли будет реплицироваться материнская минус РНК с образованием плюс РНК и дочерних минус РНК. Мало того, что на это влияет уровень фосфорилирования, при том, когда белок P-D фосфорилирован, происходит репликация. Когда он фосфорилирован, происходит транскрипция. Но на самом деле здесь еще есть фактор, который влияет именно на то, какой процесс будет идти наиболее эффективно. Это количество компонентов L и P белка в репликазно-транскрипционном комплексе. В общем, еще раз хочу подчеркнуть, вы должны знать о том, что на переключение с транскрипцией на репликацию влияют три фактора. Аккумуляция белка N, уровень фосфорилирования белка P и, возможно, количество компонентов в репликазном комплексе, то есть количество молекул L и P белка. Итак, у нас с вами началось образование плюс цепей. Вы видите, что зеленым обозначено минус РНК. Зеленые кружочки – это значит, что это РНК связано с белком N, он обозначается зеленым кружочком. И вот художник изобразил таким образом, вроде бы кружочки, но не зеленые. Плюс РНК не связывается с белком N, она не связывается ни с какими вирусспецифическими белками. Плюс РНК называется антигеномной матрицей, и на ней вот такие репликативные комплексы, когда одновременно на матрице идет синтез нескольких дочерних цепей. Мы уже с вами много раз обсуждали, когда говорили о плюс РНК вирусах. Так вот, на минус РНК образуется, простите, на плюс РНК образуется минус РНК, то есть образуются дочерние геномы. Что происходит дальше? Давайте посмотрим с вами вот на этот слайд. Итак, у нас с вами есть матричные РНК. L, N, P и G – матричные РНК для вирусспецифических белков. Давайте начнем с вами с матричной РНК, которая кодирует последовательность для белка G. Происходит синтез белка G на поверхности визикул аппарата Гольджи. Таким образом, что G-белок сразу встраивается в мембрану и декорирует мембрану, соответственно, визикул, которые изначально образовались из эндоплазматического ретикула, потом аппарат Гольджи. И эти визикулы транспортируются к поверхности зараженной клетки. Мембрана визикулы сливается с мембраной клетки. И таким образом белок гликопротеин G оказывается на поверхности клетки, от которой будет отпочковываться вирус визикулярного стоматита. Другие матричные РНК транслируются с образованием белков и связываются с дочерними минус РНК. Вы видите, здесь изображены дочерние минус РНК, белки L и P, уже связавшиеся с ней. И вот эти серые эллипсоиды – это матричный белок. Матричный белок здесь выполняет две функции. Он связывается с рибонуклеопротеидами дочерними. И одновременно он также может связываться с участками белка G, обращенными внутрь клетки. В этом случае белок М конденсирует рибонуклеопротеид. Вот этот нуклеокапсид конденсируется, а он находится в конденсированном состоянии внутри частицы. И транспортируется к поверхности клетки, декорированной белком G. И вот уже мы видим здесь присутствие матричного белка. Дальше происходит взаимодействие всех компонентов вируса. Вот начинается выпячивание мембраны, матричный белок, гликопротеин G и нуклеокапсид. И через какое-то время созревшая дочерняя частица отшнуровывается от поверхности клетки. Мы с вами можем, посмотрев на этот рисунок, посмотреть и на то, как действительно это происходит. Что это не только в воображении художника. Вы видите электронную микрофотографию поверхности клетки, зараженной вирусом визикулярного стоматита. И вот они, вирусные частицы, которые выпячиваются с поверхности клетки. Здесь вот только начало выпячивания. Здесь, видимо, уже скоро будет происходить отшнуровывание этой частицы. Таким образом происходит выход вириона из зараженной клетки. Мы можем с вами представить себе инфекционный цикл рапдовирусом следующим образом. Вирусная частица, взаимодействие с рецепторами, еще раз взаимодействует гликопротеин G, который одновременно выполняет три функции. Он связывается с поверхностными рецепторами клетки. Он является белком, обеспечивающим слияние мембраны визикулы с мембраной вируса. И обеспечивает выход нуклеокапсида в цитоплазму клетки. И еще он обладает гемоглютинирующей активностью. Итак, вирус у нас попал путем энтоцитоза в цитоплазму клетки. В результате происходит слияние и освобождение нуклеокапсида в цитоплазму. В составе нуклеокапсида начинается транскрипция, прежде всего, транскрипция генома вируса визикулярного стоматита по принципу старт-стоп. Образуются пять видов матричных РНК. Матричные РНК, которые кодируют белок G, на поверхности эндоплазматического ретикулума происходит синтез. И путем транспортировки визикул, внутри которых находится белок G, на поверхность клетки. Таким образом, это обеспечивает декорирование поверхности клетки, где будет происходить отпочкование вируса, белком G. В это же время, при трансляции других белков N, P, L и M, эти белки уже связываются с дочерними минус РНК. В какой-то момент, при тех условиях, которые мы с вами обсуждали, вирус переключается с процессов транскрипции на процесс репликации. И образовавшиеся дочерние минус РНК взаимодействуют с образовавшимися вирусспецифическими белками. Белок M обеспечивает конденсацию, вот это изменение цвета показывает вам конденсацию нуклеокапсида. И этот же белок взаимодействует с внутренними участками гликопротеина G. В результате происходит отпочковывание с захватом клеточной мембраны, модифицированной белком G, отпочковывание дочерней вирусной частицы. Все, что мы сейчас с вами обсудили, можно просуммировать и как бы обратить ваше внимание на то, а что здесь является самым важным. Что важно запомнить из обсуждения репликации вируса визикулярного стоматита как представителя порядка мононегавиралис, то есть представителя группы вирусов, имеющих в качестве генома непрерывную минус РНК. Итак, жизненный цикл происходит в цитоплазме. Существует полимеразный комплекс, который состоит из белка L и P. Если вы помните, на прошлой лекции мы с вами обсуждали общую схему рапдовирусов, общую для всех представителей этого семейства. И там количество полимеразных комплексов было достаточно большое. И я обратила ваше внимание, что на самом деле количество белков полимеразно-транскрипционного комплекса у разных представителей вирусов разное. И если мы с вами сейчас конкретно говорим о вирусе визикулярного стоматита, то, соответственно, тут можно четко сказать, что в каждую вирусную частицу входит одна молекула белка L, собственная РНК-зависимая РНК-полимераза, и три молекулы белка P, фосфопротеина, которые участвуют в регуляции функциональной активности этого комплекса. Первый акт инфекции – это транскрипция, транскрипция по принципу ставрт-стоп и образование матричных РНК. Эти матричные РНК моноцистронные, то есть у вируса нет проблем с реализацией генетической информации, поскольку мы с вами обсуждали на прошлой лекции, что эукариотические клетки умеют эффективно транслировать только моноцистронные матрицы. Они копированы, что тоже обеспечивает их эффективную трансляцию, и полиаденилированы. Копированы они с помощью L-белка. L-белок способен копировать вирусспецифические транскрипты, а полиаденилируются они по матричному принципу, поскольку вот в эти межгенные участки регуляторные входит полиупоследовательность. ПолиА образуется по матричному принципу. Не для всех это так хорошо известно, как для рапдовирусов, для вируса визикулярного стоматита. Тут мы знаем о том, благодаря чему происходит переключение в цикле репликации вирусов с процесса транскрипции на процесс репликации. Должен накопиться белок N, нуклеокапсидный белок, провзаимодействовать с лидерной последовательностью, по-видимому изменить конформацию молекулы, и полимеразный комплекс перестает считывать промежуточные стоп-сигналы. Должен измениться уровень фосфорилирования P-белка, и, возможно, количество компонентов в репликазном комплексе должно измениться. Вот тогда происходит переключение процессов транскрипции на процесс репликации. И почкование мы с вами обсудили этого вируса. Это происходит в том участке, куда был транспортирован белок G в составе эндоплазматических пузырьков, скажем так, аппарата Гольджи, эндоплазматических визикул. И в этом процессе главную роль играет матриксный белок, который выполняет две функции. Он конденсирует нуклеокапсид и взаимодействует с внутренней частью гликопротеина G для того, чтобы именно здесь произошло взаимодействие нуклеокапсида с мембраной клетки. Вот так с вами довольно быстро, но я надеюсь, какое-то представление у вас появилось. Здесь мы с вами обсудили то, как это происходит, я имею в виду цикл репликации у рабдовирусов. К порядку мононегавиралис относится еще достаточно много очень интересных и важных семейств. К сожалению, также подробно мы с вами не можем их за время не обсудить, но тем не менее какую-то информацию мы должны с вами освоить. И, конечно, прежде всего, это очень важное для человека, для медицины семейство парамиксовирида. Дело в том, что схема репликации этого семейства парамиксовирусов практически аналогична схеме репликации рабдовирусов. Мы не будем с вами на ней останавливаться. Это практически та же самая система старт-стоп. Все происходит так же, как у вируса визикулярного стоматита. А вот морфология этих частиц достаточно серьезно отличается от рабдовирусов, и значительно она ближе к ортомиксовирусам, а именно к вирусу гриппа, который мы с вами будем обсуждать в следующем. Итак, семейство парамиксовирида. Плеоморфная или сферическая форма, липопротеидная оболочка, конечно же. И основное отличие в морфологии от рабдовирусов – поверхность покрыта двумя типами гликопротеинов. Два вида гликопротеинов модифицируют липопротеидную мембрану, которую вирус захватил у клетки. Нуклеокапсид тоже спиральный, нитевидный, такой же, как у рабдовирусов, или чуть-чуть больше, от 15 до 16 тысяч нуклеотидов. И кодируют этот геном, как правило, 6 генов, но иногда это может быть 8 генов. И, соответственно, эти гены могут кодировать от 6, это чаще встречается, до 12 полипептидов. Вирусы, относящиеся к этому семейству, обнаружены только у позвоночных и передаются воздушно-капельным путем. Такая передача называется горизонтальная трансмиссия. К этому семейству относятся достаточно серьезные и широко распространенные патогены человека. Такие как корь, свинка. Свинка – это обывательское достаточно название, это называется инфекционный паротит. У животных – это чумка собак, ну и целый ряд других заболеваний. И, соответственно, как я уже сказала, организация генома циклорепликации – это то, что происходит так же, как у рапдовирусов, а морфология, как у ортомиксовирусов. Сразу хочу вам сказать, что раньше к этому семейству относился еще очень важный и интересный вирус. Мы с вами его уже упоминали в курсе нашей лекции. Называется он респираторно-синцициальный вирус, который может вызывать инфекцию носоглотки у человека. Сейчас, несколько лет назад, это опять-таки к нашему разговору о постоянно меняющейся классификации вирусов, он относится к отдельному семейству, которое называется пневмовирида. Но я не могу не упомянуть, про семейство это время не разговаривать, нет, но я не могу не упомянуть этот вирус, потому что он является причиной очень часто встречающихся бронхолитов у маленьких детей. И в частности, такое заболевание, это буквально его название, как смерть в колыбели, трагическая совершенно может происходить история, это тоже причиной этого заболевания является и этот вирус. Дело в том, что в результате инфекции этим вирусом клеток носоглотки, они превращаются в синцитий, то есть вот клеточная ткань превращается в одну клетку. И вот именно это является причиной инфекции, вызываемой этим вирусом. Давайте посмотрим с вами на структуру парамиксовирусов. Как я уже сказала, форма отличается довольно сильно, да, это сферическая липлеоморфная форма. Если мы посмотрим на эту схему, то вот это вот липопротеидная мембрана, голубой цвет, розовый цвет, это матриксный белок, и вот это нуклеокапсид, состоящий из РНК и белка Н. Желтыми эллипсами обозначены полимеразные комплексы этого вируса. Это точно так же два белка, белок Л и фосфопротеин. Но я хочу обратить ваше внимание на поверхностные гликопротеины. Как я уже сказала, их два, в отличие от рапдовирусов, у которых только поверхностный гликопротеин G. И один из этих гликопротеинов носит название F-гликопротеин от слова fusion, слияния. Именно этот гликопротеин играет определяющую роль при реализации нуклеокапсида в цитоплазме клетки. Именно этот гликопротеин обеспечивает слияние мембраны вируса с мембраной эндосомы при проникновении вируса в клетку. А вот что касается второго гликопротеина, это вот голубой кружочек и вот такое вот длинное название. Дело в том, что эти гликопротеины у семейства пара миксовирусов могут нести совершенно разные функции. Это может быть просто G-гликопротеин, белок, отвечающий за адсорбцию. И чем-то он напоминает по своим функциям белок рапдовирусов. Другой вариант, когда этот белок поверхностный обозначают двумя буквами H и A, потому что этот белок является гемаглютинином, то есть белок, несущий функции гемаглютинина. Это будет сейчас также, мы будем обсуждать с вами, как у вируса гриппа. И одновременно он, естественно, является тоже адсорбционным белком. И третий вариант поверхностных гликопротеинов, встречающихся у пара миксовирусов. Это когда этот белок обладает двумя функциями, двумя способностями. Гемаглютинации и является одновременно белком нейроминидазой, обозначается буквами N-A. Нейроминидаза – это белок, который позволяет эффективно отпочковываться вирусом от слизистой оболочки, от слизистых тканей, расщепляя ферментатив на остатки сиаловой кислоты и не позволяя вирусам слепаться на поверхности носоглотки или других слизистых тканей и реализовываться во внешнее пространство. Таким образом, как вы поняли, генов у пара миксовирусов на один больше, потому что два гликопротеина, но в среднем. Там бывают некие представители с большим количеством генов, но мы с вами обсуждаем стандартный вариант. И основное отличие – это морфология. Хочу показать вам еще один слайд, прежде чем перейти к другому очень интересному семейству, относящемуся к мононегавиралис. Перед вами вирус кори. Интересно рассмотреть этот слайд по следующей причине. Но прежде всего компьютерная реконструкция. Вот это нуклеокапсид, конденсированный и уложенный внутри частицы. Голубой цвет – это матриксный белок. Желтый цвет – это мембрана вируса. И вирус декорирован двумя типами гликопротеинов. Вот с такой черной шляпкой и, соответственно, как булавка. Так вот, это фьюжн, F-белок. А с черной шляпкой – это гликопротеин G. У вируса кори второй гликопротеин не обладает ни гемоглютинирующей, нервами, недазной активностью, а является адсорбционным белком без других каких-то функций. Это электронная микрофотография вируса кори. И при, соответственно, таком серьезном контрастировании, если мы перейдем с вами вот к этому изображению, мы можем увидеть, как внутри конденсированно расположен тот самый длинный 15-16 тысяч нуклеотидов РНК, связанных с белком Н. Так вот этот нуклеокапсид, каким образом он уложен здесь. Дальше, это совершенно великолепная работа людей, занимающихся электронной микроскопией, взят участок этого нуклеокапсида и увеличен вот этот небольшой один участок. И дальше вы уже можете видеть четко, как нуклеиновая кислота закрыта спиральной структурой белка Н. Совершенно великолепная работа. Кстати, довольно старая электронная микрофотография. Еще одно интереснейшее семейство, относящееся к порядку мононеговиралис, это семейство филовирида. Еще совсем недавно можно было четко сказать, что к этому семейству относятся два вируса. Но каких вируса? Вирусы, которые являются, я бы даже сказала такое слово, страшными для человека, потому что уровень летального исхода при заражении этими вирусами крайне высок. Так вот, еще совсем недавно к этому семейству относилось два вируса. Вирус Эбола, о котором вы наверняка слышали много, и вирус Марбурга. Это вот длинные частицы, сигма-леуподобной формы или нитевидной формы. Перед вами на этой микрофотографии вирус Эбола. Но сейчас считается, что в это семейство входит два рода. Один род – это род вируса Марбурга. Здесь один вид, сам вирус Марбурга. А второй род – это вирус Эбола. И дальше идет название места в видовом названии этого вируса, в котором этот вирус обнаружили. То есть виды звучат приблизительно так. Вирус Эбола-Судан, вирус Эбола-Форест, вирус Эбола-Заир. У них не очень большие отличия в их геномах, и тем более практически нет отличий, конечно, в репликации, но тем не менее систематика теперь такова. И, в общем, еще раз, самая высокая летальность у человека при заражении этим вирусом. Но прежде чем все-таки рассказать вам немножко про вирус Эбола, я хочу начать с вируса Марбурга, о котором, я думаю, вы знаете значительно меньше. Летальность у вируса Марбурга, в отличие от вируса Эбола, это где-то 35-37%. Сейчас мы с вами обсудим, почему это интересно. Первое заболевание, вызванное этим вирусом, было зарегистрировано в 1967 году. Это была эпидемия в Германии и Болгарии. Клиника при заражении этим вирусом – это геморрагические лихорадки. И было это связано тем, что в Марбург были завезены, зараженные этим вирусом, а они были бессимптомными носителями, зеленые мартышки для совершенно экспериментальной лабораторной работы. И при контакте с ним произошло заражение, инфекция распространилась. Если говорить о вирусе Эбола, то вирус Марбурга летальность 36-37%, у вируса Эбола 86-87%. И вот тут на самом деле было очень интересно посмотреть страницу ВОЗ. И можно было, посмотрев таблицы вспышек этих двух заболеваний, сделать интересные выводы. Дело в том, что вирус Марбурга фиксировался, при том, когда я говорю о вспышке, это не значит, что это были эпидемии. Это значит, что были заражены от 10 до 100 человек. Но поскольку заболевание крайне опасное, естественно, это вызывало большую тревогу в обществе. Так вот, вспышки вируса Марбурга, за исключением двух или трех, всего было, наверное, около 15 вспышек. Они проходили на территории Восточной Европы и в Германии. Что касается вируса Эбола, то вот таких вот вспышек, когда фиксировалось заболевание, не привезенное откуда-то, а возникшее на территории, то все они проходили на африканском континенте. И летальность там, соответственно, была 86-87%. Нельзя сказать, что есть какие-то принципиальные отличия в цитопатогенных эффектах, в патогенезе этих вирусов. По-видимому, дело заключается исключительно в социально-экономической обстановке. То есть, когда такая вспышка происходит в странах с контролируемыми санитарными условиями, это вот было в Сербии, в Болгарии, в Хорватии, по-моему, то летальность, хотя это тяжелое заболевание, она ограничилась 35-37%. Как только подобная вспышка фиксировалась на африканском континенте, уровень смертности сильно повышался. То есть отсутствие санитарных условий, но на самом деле не только санитарных условий, как выяснилось, это еще связано с целым рядом погребальных обрядов и так далее. То есть если вести себя прилично, ничего плохого не делать, то смертность резко падает. И хочу вам сказать, что предыдущий президент Соединенных Штатов, он помните, ну вы были маленькие, может быть, вы уже не помните, он обещал победить ИГИЛ, Россию и вирус Эбола. Ну с ИГИЛом, с Россией вы все знаете, а вот вирус Эбола, собственно говоря, побеждать было не нужно. Не было такой проблемы, она была раздута в крайнем образом абсолютно, потому что еще раз, как только там появились нормальные условия, санитарные в клиниках и нормальные защитные костюмы, как вы понимаете, в последнее время про эпидемию Эбола мы практически ничего не слышим. Но, соответственно, информационный повод был серьезный. Давайте с вами чуть-чуть подробнее еще раз глянем на вирус Эбола. Значит, нитевидная форма, вы видите, да, какой удивительный для оболочечного вируса, сложного вируса, окруженного липопротеидной мембраной, вид, да, так себе представляешь, как он так ложится и отпочковывается от всей почти поверхности клетки. Соотношение, длина где-то 1400 нанометров, диаметр где-то 80 нанометров, внутри спиральный нуклеокапсид. Все совершенно так же, как у парамиксовирусов и у рабдовирусов. Соответственно, реплицируется вирус Эбола в цитоплазме. Его нуклеокапсид больше, чем у вирусов рабда и парамикса. И длина генома больше, приблизительно 19 тысяч нуклеотидов. И кодирует он 7 белков. Помните, рабда 5, парамикса 6. За счет дополнительного поверхностного гликопротеина. А у вируса Эбола 7 белков. Но отнюдь не за счет поверхностных гликопротеинов. Вот вы видите перед собой структуру этого генома. Вот так вот червячок такой вот, соответственно, сложенный. И посмотрите, пожалуйста, значит, мембрана. Вот она идет, мембрана. И она декорирована одним типом поверхностных гликопротеинов. Называется он у вируса Эбола GP. Поверхностный гликопротеин. Внизу мембрана подстилается матриксным белком. А вот матриксных белка у вируса Эбола два типа. Мажорный и минорный. Мажорный – это коричневый цвет. И вот вкрапление оранжевого цвета – небольшое количество второго вида матриксного белка, который называется VP24, viral protein 24. Вот вы видите это на слайде. И точно так же нуклеокапсид, который состоит из достаточно длинной РНК и нуклеокапсидных белков. Так вот нуклеокапсид представлен не одним белком, как у парамиксовирусов и у рабдовирусов, а у нуклеокапсида тоже два белка – мажорный и минорный. Мажорный называется N, и он зеленого цвета на схеме. И вкрапление голубых эллипсов, посмотрите потом на презентации, это минорный нуклеокапсидный, соответственно, белок. Полимеразный комплекс соединен с три штрих-концом РНК в составе нуклеокапсида и состоит так же, как у рабдовирусов и парамиксовирусов, из белка L, собственной РНК, зависимой РНК полимеразой, и фосфопротеина, который в случае вируса Эбола носит название вайрл-протеин VP35. Хочу вам в заключении показать совершенно замечательную фотографию, еще один предмет, в смысле, обращик искусства микроскопии, в данном случае сканирующий микроскопии. Вы видете перед собой клетки, вернее, одну клетку, которая была заражена вирусом Эбола. Обратите внимание, вот клетка зараженная, а вот эти вот клетки здоровы. Дело в том, что это специальная линия клеток, которая секретирует белок CD317, который не позволяет оболочечным вирусам отпочковываться от поверхности клетки. Впервые этот белок был обнаружен при изучении вируса иммунодефицита человека, но в данном случае речь идет о вирусе Эбола, и вот эти вот спагетти-лайк элементы, вот это вот и есть вирус. Вот он не может отойти от зараженной клетки и прилип такой сетью к поверхности клетки. Больше мы с вами не будем сейчас говорить о порядке мононеговиралис, будем считать, что в наших условиях это достаточно. Мы с вами подробно, достаточно подробно обсудили семейство Рабдовирида, и вы получили какое-то представление о еще двух важных семействах, относящихся к порядку мононеговиралис. Это парамиксовирусы, парамиксовирида и, соответственно, филовирида, к которым относятся, на самом деле, самые, считаются, серьезные патогены человека с очень высоким уровнем смертности при заражении. Давайте с вами вернемся вот к этому слайду. Мы его рассматривали на прошлой лекции. Мы говорили с вами, что все минусы РНК, содержащие вирусы, что все вирусы, у которых геном представлен, негативные РНК, можно разделить на две группы. Непрерывный порядок мононеговиралис, о котором мы с вами сейчас говорили, и, соответственно, вирусы, минусы РНК, содержащие вирусы, сегментированным минусы РНК геномом, которые совсем недавно были объединены в порядок артикуловиралис. Это совершенно опять новая история. Для нас, вирусологов, не очень обычная. И в этот порядок входят два семейства. Телопеневирус – это семейство, которое заражает рыб. Мы не будем на нем останавливаться. А нас с вами будет интересовать семейство орто-миксовирида. Именно потому, что к этому семейству относится такой важный вирус для популяции людей, как вирус гриппа. И именно о нем мы с вами будем говорить. Но начнем мы все-таки с общей характеристики семейства орто-микса-вирида. Опять хочу сразу вас предупредить, что систематика претерпела серьезные изменения, и даже с прошлогодней презентацией это будет отличаться довольно сильно. И хотя я не очень сильно настаиваю даже у вирусологов в знании систематики вирусов, когда мы принимаем зачет, тут я хочу обратить ваше внимание и хочу, чтобы вы постигли систематику орто-миксовирида, потому что это просто поможет вам в обычной жизни. Дело в том, что орто-миксовирида... Кстати, название. Откуда такое название? Название из двух слов – это ортос, настоящий, микса, слизь. То есть сродство к слизи. Конечно же, главный представитель, мы будем с вами о нем больше всего говорить, это вирус гриппа А. И как всегда внизу группа 5 по классификации Балтимора. Дело в том, что орто-миксовирида имеют следующие рода, о которых мы с вами говорим. Это, конечно же, род альфа-инфлюенца-вайрос. Вирус, род альфа, можно так сказать, вирусы альфа-гриппа. В этот род входит всего один представитель, один вид. И это вирус гриппа А, не только человека, вирус гриппа А. У этого вируса геном представлен 8 геномными сегментами в качестве генома минус РНК. Следующий род – бета-инфлюенца-вайрос. Сюда входит вирус гриппа Б человека. Мы будем, когда говорить об эпидемиологии гриппа, я обязательно обращу ваше внимание на именно этот вид, потому что мне кажется, что не очень много внимания ни медики, ни эпидемиологи, ни вирусологи не обращали внимания на этот вирус, считали, что он не вызывает такие эпидемии, а уж не дай бог пандемии, как вирус гриппа. А на самом деле мы все от него довольно серьезно страдаем. Поэтому сейчас все вакцины, а я в конце обсуждения этой группы буду призывать вас обязательно прививаться от гриппа и попытаюсь мотивировать свою позицию. Так вот, сейчас во все современные и соответствующие времени вакцины входят антигены не только вируса гриппа А, но и вируса гриппа Б. Мы на самом деле достаточно серьезно от него страдаем, не замечая этого. Совсем недавно в семейство орто-миксовирида был включен род, который называется дельта-инфлюенца-вирус. Сюда входит один представитель, это вирус гриппа Д. Вот на него можете сильно не обращать внимания не с точки зрения науки, а с точки зрения медицины, поскольку заражает он только свиней, крупный рогатый скот, людей не заражает. И если у вируса гриппа А и у вируса гриппа Б 8 геномных сегментов, то у вируса гриппа Д 7 геномных сегментов. Так же, как и у представителя рода гамма-инфлюенция вирус, это вирус гриппа С, он человека заражает. Входит тоже один вид, то есть вирус гриппа С. Кроме вот этих очень важных для нас с вами, ну, пожалуй, с исключением вируса гриппа Д родов, в семейство орто-миксовирида входят вирусы, передаваемые насекомыми. Это род Тагота вирус, у него 6 геномных сегментов, минус РНК. Он заражает позвоночных, в том числе и людей. Вот два представителя вы видите на слайде. Это Тагота-Тагота вирус и Тхори-Тагота вирус. И род Куараная вирус, 6 геномных сегментов, тоже 2 или даже 3 вида, но человека заражает Джонстон-Атолл-Куаранья вирус. Хочу обратить ваше внимание, помните, на одной из первых лекций мы с вами обсуждали, как образуются названия вирусов. Это могут быть фамилии первооткрывателей, симптомы заболевания, какая-то морфология. В данном случае вирус, заражающий человека, был открыт вот на этом атолле. Материал был взят именно оттуда. Еще к семейству ортомиксовирусов относятся род Исавайрос. Это 8 геномных сегментов минус РНК. И вирусы, входящие в этот род, заражают рыб. На самом деле, вирус, который вы видите на слайде, вирус инфекционный анемии лосося, это вирус, во-первых, имеющий хозяйственное значение, поскольку в аквакультурах он поражает рыб, которых разводит в искусственных условиях. Но, кроме того, он достаточно хорошо изучен и дал достаточно много информации для того, чтобы понять какие-то общие характеристики семейства ортомиксовирида. Хочу обратить ваше внимание, хотя, как правило, когда вы будете сталкиваться с изображением вирусов, относящихся к ортомиксовирусам, вы будете сталкиваться с такими плеоморфными, ово-видными структурами. Но на самом деле ортомиксовирусы, и в частности вирус гриппа, его частицы могут иногда представлять собой совершенно удивительные по морфологии формы. Это могут быть треугольники, это могут быть вот такие, похожие на булочку марципан частицы, вот такие вытянутые частицы. Притом, вот такие частицы, как правило, встречаются в свежих культурах, особенно вируса гриппа А. И дальше мы с вами будем говорить, конечно же, о вирусе гриппа А. Это то, что нас будет волновать с вами больше всего. Итак, на этом слайде перед вами электронная микрофотография вируса гриппа А. Мембрана, внутренняя часть, где находятся 8 сегментов нуклеокапсида, поверхностные гликопротеины. У вируса гриппа два поверхностных гликопротеина. Это гемаглютинин, который обозначается буквами H, A и нейроминидаза. Мы с вами столкнулись сейчас с этим обозначением, когда обсуждали парамиксовирусы. Обратите внимание, что расположены эти поверхностные гликопротеины неравномерно, что частицы достаточно часто покрыты гемаглютинином, синие белки выступающие, и вот такими островками, вот эти вот желтые квадратики, такими островками на поверхности частицы вируса расположены нейроминидаза. Итак, диаметр, средний диаметр такой частицы – это 80-120 нанометров. У вируса есть матриксный белок и, соответственно, спиральные нуклеокапсиды, 8 сегментов. Я намеренно поместила сюда вот это схематическое изображение. Когда мы с вами обсуждали сложные оболочечные вирусы, мы говорили, что внутренний нуклеокапсид может иметь либо экосоидрическую, либо спиральную форму – кор или нуклеокапсид. Так вот, у вируса гриппа 8 сегментов представляют собой спиральные нуклеокапсиды. Вот вы видите более адекватное схематическое изображение вируса, еще раз, мембрана, матриксный белок, поверхностные гликопротеины и 8 нуклеокапсидов. Давайте с вами более подробно рассмотрим структуру ортомиксовирусов на примере вируса гриппа А. Итак, внешняя мембрана, имеющая клеточное происхождение, декорированное тремя типами поверхностных белков. Гемаглютинин, его больше, нейроминидаза. Гемаглютинин находится на поверхности частицы в виде гомотримера, то есть это три молекулы. Нейроминидаза находится в виде гомотетрамера, то есть четыре одинаковых молекулы представляют собой вот тот самый спайк, как это говорят по-английски, поверхностный комплекс гликопротеиновый. Кроме того, в мембране присутствуют в небольшом количестве, до недавнего времени считалось, что порядка 60 молекул на частицу, но, по-моему, сейчас что-то изменилось. Поверхностный гликопротеин, который носит название белок М2, это трансмембранный белок, вот зеленый цвет, который пронизывает мембрану вируса и играет важную роль при реализации генетической информации в клетку вируса. Интересно, что белка М2 нет у вирусов гриппа В и С. И если белки гемоглютинина нейроминидаза ощутимо выступают над поверхностью вирусной частицы, то это не относится к белку М2. Под мембраной, связанной с поверхностными гликопротеинами, расположен матриксный белок. Это основной практически по объему белок вириона, который выстилает липопротеинную оболочку со стороны внутренней части вируса. И, соответственно, внутри находятся 8 сегментов генома. Нуклеиновая кислота находится в комплексе с белком НП, нуклеопротеин. Каким образом они организованы? Нет, давайте сначала про другое поговорим. Что три штрих-конец молекулы РНК, находящийся в составе комплекса белком нуклеопротеином, связан с транскриптазно-репликазным комплексом. Вот это показано таким образом на схеме. В этот транскриптазно-репликазный комплекс входят три типа молекул полимеразы. Три типа молекул полимеразы, которые обозначаются ПБ1, ПБ2 и ПА. Знаете, меня всегда огорчало, когда я еще даже, ну, уже, конечно, немногое было известно, но уже было известно. Вот почему бы всем исследователям, предположим, всю полимеразу взять и не назвать буквы L? Или мне бы был ближе, предположим, РЕП. Но вот каждый исследователь, который что-то открывал, он носил свое название. И в частности, вы понимаете, что это абсолютнейший аналог белка L у рабдовирусов или парамиксовирусов, но тут они носят такое название, притом так их назвал первооткрыватель, имел полное право. Дело в том, что эти названия расшифровываются следующим образом. П – это полимераза, Б – это бэзик, основной белок, и А – это эсидик, кислый белок. То есть у нас два основных белка, ПБ1 и ПБ2, и кислый белок ПА. Так вот эти три белка и представляют собой полимеразный комплекс. Кроме того, что мы с вами уже перечислили, два поверхностных белка, матриксный, третий поверхностный белок М2, нуклеопротеиновый белок НП и полимеразный комплекс, в состав частицы входит еще один структурный белок. Вы можете в литературе встретить два его названия. Вот он – НЭП и НС2. Вот таким образом он показан на схеме внутри частицы. Ну, что касается НС2, раньше считалось, что это не структурный белок, и это название происходит от слов non-structural второй, поскольку есть еще не структурный первый белок. И что касается НЭП, это связано с сигналом локализации в ядре названия, то есть нуклеерэкспорт протеин. Все восемь сегментов находятся в сердцевине Вериона и, по-видимому, не хаотично. И, скорее всего, они связаны с белком М1. Хочу вам показать картинку, сделанную японскими исследователями. К сожалению, уже прошло несколько лет, и продолжения это исследование не имело. Но, по-видимому, они пытались показать вот это сегменты вируса гриппа А. Вот так они организованы. И, по мнению этих исследователей, они еще и связаны между собой мостиками. То есть вот это вирус гриппа, вот это вот сегменты вируса гриппа, и вот там есть перемычки. Это была очень интересная работа, но, к сожалению, она не имела каких-то последствий и дальше не была продолжена. Поэтому есть эти перемычки, связаны ли вот так вот сегменты вируса гриппа между собой, пока точно сказать нельзя. Вернемся к структуре. Вернемся к структуре вируса гриппа А, и чуть-чуть больше остановимся на двух основных поверхностных гликопротеинов. Итак, это, как я уже говорила, гемоаглютинин и нейроминидаза. Каковы функции двух этих поверхностных белков? У гемоаглютинина основные функции – это адсорбция и присоединение. Этот белок опосредует присоединение вирусной частицы к клеточному рецептору. Кроме того, гемоаглютинин – это тоже очень важный момент – участвует в слиянии липидной оболочки вируса с мембраной эндосомы. Мы через несколько слайдов обсудим с вами это более подробно. А вот нейроминидаза, ее функции абсолютно другие. Нейроминидаза играет очень важную роль при пачковании дочерних вирусных частиц из зараженной клетки. Мы уже обсуждали с вами эту активность белка у парамиксовирусов, но, конечно же, именно это все было определено и изучено на примере вируса гриппа. Так вот, нейроминидаза – это фермент, функцией которого является удаление остатков сиаловой кислоты с поверхности вириона во избежание агрегации вирусных частиц. Остатки сиаловой кислоты могут взаимодействовать с гемаглютинином и склеивать вирусные частицы, не давая им отойти от клетки, где происходит инфекционный цикл вируса. Так вот, именно отщепление остатков сиаловой кислоты способствует отделению зрелого вириона. Именно этот процесс лежит в основе такого лекарства, о котором вы наверняка знаете, которое называется темифлю. Именно это лекарство, оно блокирует действие нейроминидазы, не дает вирусной частице отделиться от инфицированной клетки и таким образом ограничивает распространение вирусной инфекции. Дальше в центре нашего внимания будет структура генома вируса гриппа А. Итак, 8 вирусных РНК. Размер этих вирусных РНК различный от 890 до 2341 нуклеотида. И эти 8 сегментов обеспечивают экспрессию, синтез 10 вирус специфических белков. 8 генов, 8 сегментов, 10 белков. Значит, 10 генов должны быть расположены на 8 сегментах. Из этого сразу становится понятно, что часть сегментов является моноцистронными и проблем с экспрессией биокариотической клетки у этих сегментов нет, но 2 сегмента, которые являются биоцистронными, а это видно вот из этой схемы. Сегмент 7 кодирует одновременно белок М1, М2, а сегмент 8 белок НС1 и НС2 или НЭП, то тут уже приходится выкручиваться. Сейчас мы с вами обсудим, как. Итак, сегмент 1, сегмент 2 и сегмент 3 кодируют компоненты РНК-зависимой РНК-полимеразы. Три белка, которые организуются в транскриптазно-репликазный комплекс. Сегмент 4 кодирует гемаглютинин, а сегмент 5 кодирует белок нуклеопротеин, нуклеокапсида. Сегмент 6 кодирует нейроминидазу. А каким образом происходит экспрессия бицестронных сегментов? Давайте мы с вами посмотрим на примере сегмента 8, который кодирует одновременно НС1 и НС2 или НЭП-белок. Очень все просто. Вирус использует альтернативный сплайсинг, использует ферменты альтернативного сплайсинга клетки. И таким образом из кодирующего потенциала сегмента номер 8 вот таким образом кусочек с 5 штрих-конца и кусочек с 3 штрих-конца образуется белок НС2, 121 аминокислотный остаток. И на 5 штрих-конце, соответствующий естественно 3 штрих-концу сегмента, закодирован без участия ферментов альтернативного сплайсинга белок НС1 длиной 237 аминокислотных остатков. Проникновение – это очень интересный материал. Сразу хочу вас предупредить, что вот любим, любим мы преподаватели кафедры вирусологии задавать вопросы, какова роль гемоглютинина, механизм участия гемоглютинина в реализации генома вируса гриппа в клетку. Пожалуйста, будьте внимательны. Все начинается с того, так, это у нас с вами клетка, это ядро, это мембрана, это, соответственно, рецепторы, и это вирус гриппа. Гемоглютинин вируса гриппа взаимодействует с рецепторами на поверхности клетки. образуется эндосома. Она отшнуровывается от мембраны клетки и попадает в цитоплазму. После чего в кислой среде эндосомы активизируется белок М2 и формирует канал, по которому протоны проникают внутрь вириона. Происходит закисление внутри вирусной частицы. И в результате изменения PH нарушение межбелкового взаимодействия внутри частицы. Начинается частичная дезинтеграция вирусной вириона. И очень важно, что в этот момент от матриксного белка 1, от М1 отделяются фрагменты и происходит расщепление молекулы гемоглютинина. И это самое главное. Как это происходит? Это мембрана вируса. это молекула гемоглютинина. N конец молекулы, C конец молекулы. Частично C концевая часть молекулы находится внутри вирусной частицы. Этот участок называется трансмембранный домен гемоглютинина. И N конец гемоглютинина и C конец гемоглютинина связаны дисульфидным мостиком. В результате изменения PH активизируются эндосомные протеазы и происходит расщепление молекулы гемоглютинина. Еще раз подчеркиваю, не вирус специфическими, а клеточными протеазами. Вот таким образом. Вот этот участок, который здесь обозначен розовым цветом, где происходит расщепление, называется fusion peptide. Молекула остается практически целой, потому что дисульфидный мостик держит эти два участка молекулы вместе. В результате влияния кислого PH конформация fusion peptide изменяется таким образом, что он вот таким манером как бы отделяется от этой молекулы и становится как таким острым концом. Так вот, вот этот участок fusion peptide интеркалирует мембрану эндосомы и интеркаляция этого fusion peptide, а их несколько, гемаглютининов много, все они расщепляются, соответственно образуется много таких острых fusion peptide. Именно это приводит к слиянию мембраны эндосомы с мембраной вирусной частицы. Еще раз, гемаглютилин расщепляется, молекула не разрушается, а образуется свободный конец fusion peptide. fusion peptide меняет конформацию под действием кислого PH, и много-много fusion peptide интеркалирует мембрану эндосомы, там, где находится вирусная частица, что приводит к слиянию вирусной и клеточной мембраны и реализации, так как вы видите это на этом слайде, нуклеокапсидов в цитоплазму. На что я хочу обратить ваше внимание. протеолиз гемоглютинина это факт и процесс абсолютно необходимый для инфекционного процесса вируса гриппа. Если не произойдет разрезание молекулы гемоглютинина, не образуются в определенной конформации fusion peptide, слияние мембран не произойдет и фрагмент вирусного генома не проникнет в цитоплазму. Вирус останется в эндолизосоме, цикл инфекционный будет остановлен. Но сразу хочу вам сказать, что вот этот момент расщепления клеточными протеазами гемоглютинина вируса это процесс видоспецифический. Так, протеазы человека не способны разрезать молекулу гемоглютинина птиц. Поэтому в норме вирусы птичьего гриппа и других животных не заражают человека. Еще один важный момент, что видоспецифические протеазы необходимые предположим при заражении вирусом гриппа человека вот эти протеазы человека же необходимые для реализации вируса гриппа они имеют тканеспецифическую локализацию. Они находятся только в эпителиальных клетках легких и носоглотки. Именно поэтому вирус гриппа вызывает респираторные заболевания. Оказавшись цитоплазмой, фрагменты нуклеокапсида проникают в ядро, так как вы видите это на этом слайде, через ядерные поры. И тут играет роль сигнал ядерной локализации, который присутствует в белке нуклеокапсида, в белке НП. Поскольку размер ядерных пор недостаточно велик для транслокации вирусного нуклеокапсида, его проникновение является энергозависимым. И хочу обратить ваше внимание, вот сейчас когда мы с вами говорили о минус-РНК содержащих вирусах, мы говорили с вами о том, что весь цикл репликации вируса происходит в цитоплазме. Это цитоплазматические вирусы. Вирус гриппа, ему абсолютно необходимо в связи с особенностями его репликации оказаться в ядре. Необходима транспортировка вирусного генома в ядро. Если вы не против, я просто не хочу начинать очень важный момент репликации вируса. Мы кончим с вами немножко раньше, чтобы уже всю репликацию не прерывая посмотреть на следующей лекции. Спасибо.